Богородское сегодня это район массовой жилой и промышленной застройки. Поэтому, чтобы начать разговор о истории Богородского, мы и забрались сюда. В одной из оконечностей заповедника Лосиный остров, который подходит прямо к Богородскому и с которой, вероятнее всего, связано начало Богородской истории. Дело в том, что изначально это небольшое поселение, всего несколько дворов. Дворов 6-9, которая стояла на левом берегу Яузы и называлась Алымова. Почему это поселение так называлось, непонятно. Но логично предположить, что от имени Алим, на русский лад Алым, какой-нибудь татарский выходец, тем более, что есть дворяне, дворянский род Алымовых, такие выходцы прибывали к нам на Русь и поступали на службу к русским князьям. Дело в том, что отношения с Ордой были не столь однозначными. Одержав верх над русскими княжествами, Орда довольно быстро стала распадаться, и некоторые мурзы, татарские князья, считали более выгодным для себя выехать на Русь. Ну, а здесь их принимали, лишь бы они исповедовали веру православную и любили землю русскую, свое новое отечество. Но никаких документов, которые бы подтверждали связь между Алымовым и Алымовым, нет. Доподлинно известно, что в 16 веке здешними землями владел князь Иван Лыков-Оболенский. Князь Лыков-Оболенский служил князьям Старицким. И вместе с ними попал в опалу, точнее, стал жертвой опричного террора во второй половине царствования Иоанна Грозного. Царь отписал Алымова и окрестные земли на себя, а потом выменял эти земли у монахов Чудова монастыря, на принадлежавшие монастырю владения в Костромской и Старицкой землях. И монастырь владел этим местом до 1764 года, до так называемой секуляризации монастырских земель. Но периодически монахи сдавали земли в аренду какому-нибудь владельцу. И мы знаем, что в 17 веке не так долго Алымовым владел князь Михаил Белосельский. И вот с его времени впервые встречается, это 20-е годы 17 века, впервые встречается название Богородское. Точнее, Алымова Богородская Тож. Известно также, что здесь где-то стоял храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Собственно, отсюда и название Богородское. В 1704 году монастырские крестьяне села Богородского были обязаны поступить на бумажную фабрику. Фабрика была казенной, крестьяне работали за некоторые легкие льготы, но льготы уничтожались тем, что монастырское начальство все равно заставляло их косить и пахать. Поэтому работали спустя рукава, и вскоре, в 1711 году, фабрика перешла в аренду к хитрому немцу Иоганну Балькусу. Хитрому потому, что он все время плакался, жаловался на то, что ему нечем платить арендную плату. Говорил о том, что вскоре он откажется от всей этой затеи, однако не отказался до самой своей смерти. Видимо, дело его все-таки более-менее процветало. Рассвет бумагоделательной промышленности здесь, на землях Богородского, выпадает на 20-е и 40-е годы 18 века, когда фабрикой завладел предприимчивый русский купец Василий Короткий. Петр Великий даже предоставил ему за особое качество выпускаемой им продукции право ставить государственные филиграни, что-то вроде бумажных знаков с изображением всадника, поражающего змея. Вероятно, Георгия Победоносца. Жемчужина Богородского, его архитектурный символ. Храм, построенный в 19 веке по проекту архитекторов Игнатова из Коморошенко, построенный на средства и по инициативе богородских дачников. В 70-е годы 19 века Богородское окончательно превратилось в популярное дачное место. Популярность в немалой степени объяснялась крайней дешевизной здешних дач. И в 80-е годы 19 века, как раз когда здесь был построен храм Спаса Преображения, число дач достигало 766, в то время как в селе дворов было всего-то 42. Здесь охотно бывали деятели нашей отечественной культуры. Здесь жил живописец Шишкин, здесь жил композитор Балакирев, Петр Ильич Чайковский в числе здешних дачников тоже значился. Дачники построили летний театр для развлечений, продовольственные лавки и построили храм. Сначала храм был совсем маленьким, строил его архитектор Игнатьев. Главный престол осветили в честь Преображения Господня. Но вскоре храм понадобилось расширить, потому что всех желающих, всех прихожан он не вмещал. Тогда пристроили Западную галерею. В 1897 году южный предел в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. В следующем же 1898 предел в честь святителя Алексея Московского и Ильи Пророка. Дело в том, что Богородская принадлежала до построения церкви к приходу в селе Черкизово. А там престолы были освящены именно в честь этих святых. Самостоятельно Богородский приход стал в 1891 году. Тогда же был назначен и первый настоятель. Отец Александр Калычев. Он прослужил здесь до 1907 года, пользуясь всеобщим уважением здешних жителей. Одна из черт его характера особенно поражала людей. Он был очень строг к богатым людям, которые не благодарили Бога за дарованное им благо и не знали, как благодарить. И был очень снисходителен и милосерд к людям бедным. Отцу Александру однажды предложили на благотворительное средство, как бы мы сейчас сказали, отстроить здесь новый храм, уже в камне. Даже завезли этот камень, пожертвовал один купец по фамилии Филатов. Но батюшка почему-то отказался. И, наверное, были у него какие-то свои причины. Для нас это не важно. Главное, что таким образом, благодаря ему, сохранилось вот это вот деревянное чудо. Храм Спаса Преображения в Богородском, один из последних островков деревянной Москвы. В Москве всегда жили в дереве, а молились с определенного этапа ее истории в камне, в каменных храмах. Жить в дереве считалось полезным для здоровья. Это была многовековая привычка, которая передавалась на генетическом уровне. И распространялась она на всех, даже на представителей высших слоев общества, даже на царскую семью. Знаменитый теремной дворец, построенный царем Михаилом Федоровичем Первым, царем из дома Романовых, представлял собой огромную парадную декорацию со спальнями, с кроватями под балдахинами, на которых никто не спал, с огромными столами, за которыми никто не обедал. Там принимали иностранных послов, и дворец служил демонстрацией мощи, величия и даже роскоши государства российского. Царь ходил туда на работу. Когда рабочий день заканчивался, он уходил во двор, где стояли, может быть, более скромные, но гораздо более уютные деревянные палаты. Там государь проводил часы досуга с близкими людьми и там почивал себе на здоровье. Храмы – иное дело. Епископ, по понятиям Древней Руси, сложившимся еще в домонгольский период, должен служить обязательно в каменном храме. Кафедральные соборы наших городов строили из камня. Недаром в XIV веке тогдашний глава русской церкви, митрополит Петр, переехав в Москву и подняв ее престиж на небывалую высоту, среди других княжеств и городов заповедовал перед кончиной своему духовному сыну, князю Ивану Даниловичу Калите, построить в Москве каменный собор. Со временем каменных храмов становилось все больше, деревянных все меньше. Но, по счастью, вот об этой традиции теплого деревянного храма, характерного скорее, может быть, для села, чем для города, вспомнили в XIX столетии. Вот несколько таких храмов, как мы знаем, с вами в Москве сохранилось до наших дней. В XIX веке, после освобождения крестьян от крепостной зависимости, местные жители достаточно быстро рассчитались с выкупными платежами и попробовали заняться мелким бизнесом, как бы мы сейчас сказали. Попробовали устроить фабрики, небольшие предприятия, красильные или предприятия текстильной промышленности, но быстро прогорели и пошли в услужение к дачникам. В дальнейшем жизнь этого уголка Москвы во многом определяла резиновая мануфактура, основанная в 1880 году и преобразованная в 1910 в акционерное общество «Богатырь». «Богатырь» выпускал продукцию нужную и весьма в те времена востребованную – резиновую обувь, а точнее галоши. Одним из инициаторов создания этого выгодного и доходного предприятия был известный финансист и банкир Поляков. Держателями акции «Богатыря» была императорская семья. После революции «Богатырь» стал красным, но продолжал по-прежнему калоши выпускать. Значительная часть советского периода истории храма связана с именем отца Алексея Добросердова, который прослужил здесь в 47 лет и большую часть этого времени был настоятель. Служил он здесь с 1917 по 1949 год. Батюшку знали все здешние жители, знало все Богородское. Многих из них он крестил, венчал, многих провожал в путь всей земли. Батюшка был своим. Он мог себе позволить ходить здесь по этому району в рясе, в облачении, присущем его сану. Дело в том, что с 1929 года такое поведение для священнослужителей считалось криминальным. Вот это вот ношение священнического платья, как принято было говорить, священнической одежды, приравнивалось к религиозной пропаганде, за которую батюшке могло попасть. Но здесь он был своим, и люди даже очень далекие от церкви, при встрече со священником, завидев его стройную фигуру в рясе, снимали почтительно шляпу и непременно здоровались. С именем отца Алексея связана история о том, как этот храм не был закрыт в годы гонений. Дело в том, что среди прихожан этого храма значительную его часть, если не подавляющее большинство, составляли рабочие, работницы завода «Красный богатырь», члены их семей, и именно они не позволили закрыть храм, когда было принято соответствующее решение. Рабочие окружили храм плотным кольцом, по ночам устраивали дежурство и объявили администрации, что если храм закроют, то на работу ни один человек не выйдет. И храм не закрыли. Да, так сумел воспитать свою паству отец Алексей. К сожалению, со времени освобождения крестьян, со времени формирования у нас рабочего класса, наше духовенство, включая и высшую иерархию, уделяло слишком мало внимания проповеди среди рабочего класса, среди пролетариата. Дело в том, что духовенство не то, что пренебрегало своими обязанностями, а как-то отстранялось от этих людей. Фабричный считался человеком для церкви ненадежным и, можно сказать так, бесперспективным. Подобные мысли и мнения можно найти даже у мудрейшего святителя Филарета, митрополита Московского. Что уж говорить об остальных. Конечно, были и проповедники, и замечательные священники, работавшие в рабочей среде, на рабочих окраинах, непосредственно на заводах. Были энтузиасты из числа студентов духовных академий, которые проповедовали в рабочих казармах. Но, увы, большинство все-таки как-то старалось отстраниться. Ну, фабричный человек, он приехал сюда, на тот же богатырь, из маленького подмосковного городка или из села, он оторвался от своей почвы. Человек перекати поле с характерными развлечениями, которым он перемежал тяжелый физический труд. А вот отец Алексей не пренебрегал, как виден. Тихвинская икона Божьей Матери почитается в Спасопреображенском храме как чудотворной. Особым почитанием окружена и икона святителя и чудотворца Николая. И с этим почитанием, с его истоками связана одна история. Началась она в 1951 году, когда от случайно упавшей свечки загорелся коврик, а потом пошел полыхать весь храм. Пожар уничтожил все внутреннее убранство храма. Уцелело только здание. Сгорел даже иконостас, алтарная часть. Огонь остановился вот у этих двух икон. Тихвинской и святителя Николая. Храм довольно быстро восстановили. Тогда и патриарх Алексий I пожертвовал в него иконостас из своей патриаршей резиденции в Переделкино. Как и при каждом московском приходе, при храме Спасопреображения в Богородском действует воскресная школа. Только эта воскресная школа совсем необычная. Скорее, это православный культурно-просветительский центр. Кстати, ему присвоено имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия просветителей славян. И вот этот культурно-просветительский центр находится в великолепном здании, просторном здании прекрасной оригинальной архитектуры. Центр оказывает определенное влияние на жизнь района. В 2005 году по окончании строительства воскресной школы Владыка Арсений, архиепископ Истринский, приехал на освящение престола и воскресная школа. Воскресная школа стоилась три года, с 2002 по 2005 год. Там с небольшими остановками, где-то на полгода. Ну, теперь, конечно, это целый ансамбль. Воскресная школа и храм, прилегающие, так сказать, строения. Наша школа имеет определенное развитие, определенную историю, которая уже слагается из нескольких лет. 15 лет и работает наша школа. Школа имеет свои традиции, свои особенности. И если говорить об особенностях среднеобразовательной школы и воскресной, они очень разнятся. Разнятся так, что если дети в среднеобразовательной школе обучаются в основном научным дисциплинам, используют научные данные, научные правила, то и духовное дополняет их знания только скользь. А наша школа занимается духовным образованием не только детей, но и их родителей. А научные факты, научные аргументы идут в дополнение к тому духовному, что получают здесь дети, к духовному образованию. Это очень важно влияет на развитие личности детей, на формирование их характера, становление характера. И это мы можем сказать с уверенностью. Потому что наши дети приходили сюда с трехлетнего возраста. Сейчас им уже порядка 15-16 лет. Часовня на Богородском кладбище построена в стиле русский модерн в 1907 году. Над могилой первого настоятеля Спасо-Преображенского храма отца Александра Калычева. После революционных годов часовня была закрыта и разорена, но захоронение батюшки, друга бедняков и строгого обличителя богачей сохранялось. В 90-м году могилу народного батюшки разорили. По всей видимости сделали это солдаты из Тройбата, которые, как известно, заменяют эскаватора. Парни из Южных Республик, последние солдаты Советской Армии. Они здесь грелись, скрываясь от непривычных московских морозов. Картина была жуткая. Здесь горел костер, бегали какие-то тощие собаки и вот эти вот люди. Ну, просто кадры из фильма Андрей Рублев или какое-то нашествие Батея. Как быть в таком случае? Что делать? Поднимать СМИ, подключать общественность, клеймить неизвестных вороворов? Можно поступить проще. Так поступил один в то время совсем молодой москвич, который собрал останки священника и перезахоронил их у святого Данилова монастыря. А потом, когда часовню с любовью восстановили прихожане храма в Богородском, была найдена еще часть останков, которые покоятся здесь. Так что у народного батюшки получилось две могилы. Наша прогулка по Богородскому завершается, а путешествие продолжается. Завтра нас ждет Преображенское. Будьте с нами на канале «Столица» в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова